Это происшествие на ОТВ, в студии Антон Зубков. Здравствуйте. Продавали оптом и в розницу через интернет-магазин с доставкой. Клиентам предлагали 16 видов синтетических наркотиков, а персонал набирали через настоящий отдел кадров. Челябинские наркополицейские завершили расследование уголовных дел в отношении шести ежноуральцев. Они входили в крупный наркокартель и сбывали запрещенные вещества в 30 регионах России. Это кадры захвата подозреваемых. Молодые люди сопротивления не оказывают. Полицейские заковывают их в наручники и увозят в отделение. На допросе задержанные признаются, торговали синтетическими наркотиками и показывают, где хранят товар. Все, показываю, рассказываю. Сабвуфер, с какой целью вот этот он? Сабвуфер, с какой целью? То есть в этом сабвуфере вам приходили наркотики, да? Следователи выяснили, шестеро подозреваемых входили в крупный наркокартель. Дельцы продавали запрещенные вещества в 30 областях России через нелегальный интернет-магазин. В картеле существовала строгая иерархия. В каждом регионе был так называемый руководитель, оператор, который принимал заказы, закладчики и даже кладовщик. Новых курьеров набирал специальный отдел кадров. Хранили товар в арендованных гаражах и квартирах. Только в Чебаркуле оперативники изъяли 90 килограммов синтетических наркотиков. Этого количества хватило бы на 9 миллионов доз. Кроме того, у подозреваемых нашли десятки мобильных телефонов, банковские карты и 2 миллиона рублей наличными. Сейчас уголовные дела по всем шестерым задержанным переданы в суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы. ЧП в Агаповском районе. 13-летний школьник погиб от отравления газом. Подростки после уроков хотели расслабиться и дышали газом из баллончиков. Один из них резко почувствовал себя плохо и умер на глазах у приятеля. Подробности в сюжете. О трагедии на крыше заброшенного гаража сейчас напоминают свежие цветы. Их принесли родственники погибшего 13-летнего школьника. Именно здесь в 2 часа дня родители нашли своего сына мертвым. Мальчик погиб от отравления газом. По словам полицейских, подросток вместе с приятелем пришли к гаражу сразу после уроков. У каждого в руках было по 2 баллончика с аэрозолью. Они купили их в магазине неподалеку. Этот газ используется для портативных плит газовых. То есть на рыбалку берут для обогрева, для подогрева. И такой газ для зажигалок, для заправки. Мы его детям не продаем. Два подростка действительно были в магазине, вспоминает продавец. Но женщина отказалась продавать газ детям. Мальчики ушли, но через несколько минут в помещение зашел мужчина и купил 4 баллончика. Мы ввели его в заблуждение о том, что их родители попросили купить, а ее не продают. И вот таким образом мужчина, неустановленный мужчина, приобрел ему баллончик на деньги этих мальчиков, отдал его. И вот они пошли вдыхать от напоры этого газа. Специалисты утверждают, вдыхая газ, подросток испытывает чувство эйфории. Но оно скоротечно, а последствия необратимы. Газ убивает клетки головного мозга. Это нарушает психику ребенка и приводит к смерти от удушья. Одному из подростков стало плохо после первого вдоха. Его приятель побежал к родителям. Те вызвали скорую, но было поздно. Ребенок погиб. В полиции рассказывают, на учете школьник не состоял. Его семья характеризуется как благополучная. Родители не подозревали об опасном увлечении сына. Ребенок, он больной у них, то есть у него астма. Они занимались его здоровьем даже вот, то есть в этом году ездили на юга. В поведении, либо что-то такого, ничего не предыщало. Следствие установило, мальчик вдыхал газ не впервые. С опасными баллончиками к гаражу школьники приходили 4 дня подряд. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей. Следствие продолжается. В Минасе вспыхнул жилой дом. Хозяин уснул, оставив на включенной плите раскаленную сковороду. Кадры с места ЧП прямо сейчас. Пожарные пытаются освободить перепуганного пса. Он сидел на цепи в метре от полыхающего дома. Одновременно сотрудники МЧС заливают строение водой через окна. Пытаются залезть на крышу. Пожар начался около 4 часов дня. Известно, что дом принадлежит двум хозяевам. В одной половине никого не было. В другой проживал мужчина. По предварительной версии он и устроил пожар. После ночной смены готовил обед и уснул. На раскаленную сковороду попала занавеска. Огонь перекинулся на мебель и стены. Мужчина успел выскочить из горящего дома и вызвать пожарных. В результате пожара пострадала кровля, стены, внутренняя отделка, потолок. На тушение данного дома было потрачено 15 минут. Если у вас есть интересное видео, звоните нам. Номер на экране. Он работает круглосуточно. Встретимся на ОТВ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова